Арте Франс, Агат Фильм и Компания представляют Было время, когда люди считали, что Земля — это шар, расположенный в центре Вселенной, а населены три континента — Европа, Африка и Азия. В то время совершится одно из самых невероятных приключений всех времен. В 1492 году один дерзкий человек отважится проложить новые маршруты и расширить границы мира. Пошатнув представления, существовавшие много столетий, Христофор Колумб за 10 лет, столько для Лиси его четыре путешествия, перевернул представление о Земле. Сопоставляя свои убеждения и наблюдения на грани между верой и наукой, Колумб отправится вместе с нами в большое средневековое путешествие в новый свет. Мир по представлениям Христофора Колумба Высочайшая монархия Фильм Паула Сантони С раннего детства я вышел в море и начал путешествовать, и совершал плавание по сей день. Это искусство само по себе вызывает в том, кто им увлекается, желание познать тайны этого мира. Я на этом пути уже более 40 лет, и я побывал везде, где можно на сегодняшний день. Господь наделил меня умом, он дал мне все, что требуется в морской науке. Он наделил меня руками, чтобы рисовать на сфере города, реки, горы, острова и порты. Каждый на своем месте. На своем месте. В этом заключалась одержимость Колумба. Уточнять места, располагать их на карте мира. Будучи уроженцем Генуи, Колумб плавает на торговом судне с 12 лет. Сначала посредиземноморью, затем выходит в океан. От европейского побережья на севере до африканского на юге. Этот опытный моряк и страстный картограф открывал для себя мир, описанный в географии, в Толомее и в недавно обнаруженных античных трудах греческих математиков. По представлениям человека, жившего в конце 15 века, мир состоял из трех континентов – Азии, Европы и Африки. Симонетта Канти – преподаватель географии Второго неаполитанского университета. Когда Птоломей писал свою космографию, он не знал, что это три континента. Европу в то время знали лучше других континентов. Она была наиболее исследованной даже во времена Птоломея. Африка обрывалась в южной части пустыни Сахара. Прекрасно было известно, что суша в районе экватора продолжается, но этот регион окрестили выжженной землей. Поскольку солнце на экваторе грело слишком сильно, все кругом иссохло. Считалось, что здесь могут жить только монстры и ужасные животные. На востоке континент заканчивался знаменитым полуостровом Малака, который отчаянно искал Христофор Колумб во время второго и третьего плаваний. На краю мира был Китай, открытый Марко Поло. Птоломей не верил в существование других земель, считая, что мир заканчивается обширными водными пространствами. Марко Поло писал, что территория Индии огромна и полна чудес. Ее леса самые высокие. В горах можно встретить пигмеев, которые в три года рожают, а в восемь лет умирают. Там есть люди, у которых всего один глаз. У других, безглавых, глаза находятся на плечах. Там можно найти долгожителей, людей ростом 12 локтей, которые воевали с грифонами. У львов там крылья и когти, как у орлов. Восток захватил воображение Христофора Колумба. Он был зачарован книгой чудес Марко Поло и рассказами о путешествиях английского рыцаря Джона Мандевилля, который на протяжении двух столетий заставлял путешественников мечтать. Они описывали Индию и Китай как мифические земли, которыми управляют благородные принцы и воины. Колумб мечтал помериться силами с миром, но, помимо прочего, он был купцом. Он знал, что Восток – это огромный рынок, откуда проистекают все богатства мира. Золото, драгоценные камни, специи – и эти богатства стали недоступными. Маршрут, позволявший на протяжении столетий обмениваться товарами между Европой и Азией, вот уже 30 лет был закрыт после того, как Константинополь, столица Византийской империи, оказалась в руках османов. В 1480 году Христофор Колумб отправляется в Португалию и Испанию в поисках средств на реализацию своего проекта. Стивен Гринблад, преподаватель гуманитарных наук Гарвардского университета. Марко Поло и Мандевиль имели для Колумба большое значение, так же, как и Пьер Дали, и многие другие, кого он читал, пытаясь найти ориентиры для себя. И это, само по себе, уже знаменательный и интересный факт. Мы знаем, что Колумб был замечательным моряком, и, возможно, ключом к тому, что он остался в живых, является тот факт, что он в совершенстве владел искусством мореплавания. Но не надо читать Марко Поло или Мандевилля, чтобы развить навыки мореплавателя. Напротив, довольно глупо с головой погружаться в тексты вроде этих, если твои способности и интересы заключаются в том, чтобы вычислить, как добраться из пункта А в пункт Б. Факт же заключается в том, что он не только читал. Нам известно, что он писал бесконечные комментарии на полях. А это значит, что он о чем-то размышлял. Хотел быть не просто блестящим моряком, плавающим вдоль Западной Африки, а пытался понять, какова же форма Земли. В конце 15 века царила неизвестность. Какова протяженность Земли? Еще в античные времена греческие математики точно высчитали ее. Но их труды еще не были обнаружены в 1492 году, когда Мартин Бехайм, немецкий картограф, нарисовал этот глобус. Он забрал все имевшиеся тогда знания. Здесь есть три известных континента. Обитаемые Земли, острова в океане и, конечно, Сипанго, Япония, которую Марко Поло описал, ни разу не побывав там. На этом глобусе Колумб планирует свою экспедицию. Он хочет добраться до Крайнего Востока, Китая и Индии через Запад, следуя курсам, которые никто никогда не дерзал избрать. В Севилье Колумб пытается подкрепить свой проект научными данными. Он изучает все имеющиеся труды, начиная с античности. Он делает пометки, рисует, подсчитывает. В библиотеке Колумбина, созданной его сыном Фернандо, хранятся некоторые книги с собственноручными пометками Колумба. Здесь же находится переписанное его рукой письмо физика Паоло Тосканелли, поддерживавшего его проект. Хуан Хиль, «Испанская королевская академия». Интересно, что, когда эта книга была закончена, она принадлежала Энеа Сильвио. Колумб сразу же вложил в нее дополнительные листы, чтобы можно было делать свои записи, которые начинаются знаменитым письмом Тосканелли. Христофор Колумб собственноручно переписал его. В этом письме Тосканелли сообщал королю Португалии, что, отправившись на запад, можно достичь Индии, и что прежде Индии можно добраться до острова Сипанго. Очевидно, речь идет о Японии. Это легендарный остров Сипанго, о котором рассказывал Марко Поло в своей книге «Чудес». Изучая географию Птоломея, Колумб обнаружил приводившиеся в книге расчеты другого математика II века Марина Тирского. Согласно его расчетам, протяженность Земли была еще меньше, чем по расчетам Птоломея. Поскольку это отвечало интересам его замысла, генуэзский мореплаватель прокладывал маршрут на восток, исходя из расчетов Марина Тирского. От Лиссабона к западу 26 градусов, каждый из которых соответствует 250 милям. Это расстояние составляет почти треть суши. Там величественный город Кинсай, о котором рассказывают чудесные вещи. Как известно, он ошибся в расчетах окруженности Земли и вероятного размера Азии. Так что он не знал одной важной детали, что ему предстоит проплыть тысячи и тысячи миль. Если бы он не ошибся в расчетах, он никогда не отправился бы в плавание. Сегодня нам известно, что многие придворные короля Португалии, короли-королевы Испании, а также интеллектуалы того времени не приняли замысел Колумба. Не потому, что считали, что Земля плоская, или потому, что верили в легенды 9 века. Они отказали ему, потому что провели математические расчеты и поняли, что Колумб совершил большую ошибку в расчете окружности Земли, и что его команда может погибнуть, потому что на их корабли не поместится достаточно провизии, чтобы прокормить команду на протяжении всего пути. Эти опасения подтвердились, поскольку Марин Тирский допустил две ошибки. Первую, посчитав, что Европа, Африка и Азия составляют 225 градусов, хотя в наши дни мы знаем, что три континента растянулись всего на 130 градусов. Таким образом, в действительности, суша пропорционально меньше, чем на глобусе Бехайма, а поверхность океана значительно больше. Вторая ошибка Марина Тирского в том, что он посчитал, что протяженность суши составляет примерно 30 тысяч километров, хотя на самом деле она составляет 40 тысяч километров. Расстояние, отделяющее Европу от Индии, таким образом, в три раза больше, чем думал Колумб. Колумб боролся семь лет. Его критиковали, унижали и считали безумцем. Тем не менее, ему удалось убедить испанских правителей католика Фернандо и Изабеллу поддержать его задумку. Они снабдили его немногим, тремя каравеллами и содействием семьи судовладельца Пинсона. Колумб получил титул адмирала моря-океана и посла испанской короны. Немного. Но это позволило ему снарядить Пинту, Ниньо и Санта-Марию. Наконец, он вышел в море из Палоса на юге Испании 3 августа 1492 года. Команда состояла из 82 моряков-искателей удачи. Это была первая из четырех экспедиций адмирала в Новый Свет. Первое путешествие 1492-1493 года. Достичь Востока через Запад. Первое путешествие Колумба открыло новый путь через океан, который в наши дни мы именуем Атлантическим. Все моряки, отправившиеся в грандиозное плавание, пережили это приключение. Океан всегда пугает. Но те, кто решил его покорить, должны выбирать маршрут, играя с ветром и противостоять течением. Марк Тьерселен, шкипер гоночной яхты, пересекал океан более 20 раз. Океан в наши дни не изменился по сравнению со временами Христофора Колумба. Марк Тьерселен, шкипер гоночной яхты. Мы ходили в том же океане, но есть огромная разница. Мы знаем нашу планету. Сегодня, отправляясь в море, мы можем прежде всего благодаря ему и другим мореплавателям знать множество деталей, которые нам помогают, поддерживают нас и обнадеживают. А работа, которую приходится проделать, чтобы убедить людей и добиться финансирования путешествия, просто колоссальная. На протяжении всего Средневековья Атлантический океан называли морем мрака. Это загадочное пространство наводило ужас на моряков. Всегда помнили про миф о геркулесовых столбах, которые обозначили над Гибралтарским проливом границы известной части мира. Тем не менее, в 15 веке некоторые моряки дерзнули отправиться в плавание вдоль побережья Атлантического океана. Другие, например, Колумб, исследовали Канары, Мадейру и Азорские острова. На картах рядом с этими существующими в действительности островами также были обозначены фантастические острова, которые по Средневековым представлениям были расположены посреди океана. Бразил, Круглый и Красный остров Святого Брэндона, названный в честь легендарного ирландского монаха. И Антила, изображенная как знамя и ассоциирующаяся с мифической Атлантидой. Эти фантастические места подарили свои названия новой географии мира. Большая часть маршрутов проходит через Азорские острова. Мы пересекаем и покидаем классическую европейскую полосу с ее депрессиями и всем прочим. Затем пытаемся быстрее поймать пассаты, если они есть, а это зависит от времени года. Больше половины пути преодолевалось благодаря пассатам. Колумб продвигался вдоль побережья Атлантического океана. Будучи искушенным мореплавателем, он умел использовать ветры, достигавшие Гвинейского залива. Но ему первому хватило смелости воспользоваться пассатами, регулярными ветрами, которые пересекают океан и дуют на запад, и которыми по сей день пользуются мореплаватели. Принцип плавания под ветром, дующим на запад, сегодня нам кажется несложным. Но в прежние времена, надо думать, дело обстояло иначе. В целом судно идет туда, куда его несет ветер. Моряков Колумба беспокоила сила и регулярность этих ветров. Они опасались, что не смогут преодолеть их на обратном пути. Даже в те времена можно было предугадать пассаты. В наши дни мы тоже этим пользуемся. Если взять чуть севернее или чуть южнее, чем пролегает маршрут, можно почувствовать разницу в силе пассатов. Так что, когда не было приборов, ни анимометра, ни GPS, не было ничего, я не хочу сказать, что я полностью плыл за счет силы ветра, но отчасти. Сразу чувствуешь, когда выходишь из полосы пассатов и возвращаешься обратно в нее. И если Христофор Колумб был одним из тех, кто обладает знаниями, а я думаю, это было именно так, кто хорошо понимает природу и окружающих, он мог довольно быстро сделать соответствующие выводы из того, что видел день за днем, а путешествие их продолжалось долго. Продолжение следует... Продолжительность пути, сила ветра или напротив его отсутствие не пугали команду Колумба. Но другой страх одолевал моряков. На рассвете мы обнаружили столько растительности на море, что она оказалась густой и двигалась она с запада. Как мы знаем, страх заставляет думать о худшем. Моряки испугались, что она будет такой густой, что суда не смогут двигаться дальше. Люди больше не выдерживали, они жаловались на долгое путешествие. Все эти опытные моряки уже слышали истории о судах, которые остались в плену водорослей, которых больше никто не видел. К тому же, они были первыми, кто осмелился пересечь Саргасово море, изобилующие водорослями, которые покрывают тысячи квадратных километров прямо в Атлантическом океане. Тем не менее, трем каравеллам удалось пройти через них. К тому же, снова поднялся ветер. Некоторые другие признаки также приободрили повидавших виды моряков. Навстречу каравеллам летели птицы, ветки и зеленый тростник плавал вокруг корабля. Всего после 33 дней плавания в неизвестности, в ночь с 11 на 12 октября 1492 года появились очертания острова. И если моряки танцевали от радости, то Колумб не был удивлен. Для него эта земля была всего лишь одним из островов, расположенных на пути к Китаю, куда он направлялся. Это лишь подтверждало правильность его расчетов. КОНЕЦ И все люди, которых я видел, были еще молоды. Никто из них не имел более 30 лет. И тела, и лица у них были очень красивые, а волосы грубые, совсем как конские и короткие. Волосы зачесывают они вниз, на брови. Некоторые разрисовывают себя черной краской, а кожа у них такого цвета, как у жителей Канарских островов, которые не черные и не белые. Они не носят и не знают железного оружия. Когда я показывал им шпаги, они хватались за лезвие и по неведению обрезали себе пальцы. Поскольку они держали себя дружественно по отношению к нам, я дал им красные колпаки и стеклянные четки, что вешают на шею, и много других малоценных предметов, которые доставили им большое удовольствие. Очертания архипелага, на котором они оказались, укрепили Колумба в мысли о том, что это острова, обозначенные на глобусе Бехайма вокруг Сипанга, Японии, Марка Пола. Он зарисовал их очертания, побережья, мели. Именем короля он объявил их владениями испанской короны и окрестил их Сан-Сальвадор, Фернандино и Санта-Мария де Концепсион. В наши дни эти острова являются частью Багамского архипелага. С одной стороны, у Христофора Колумба были полномочия, документы, письма. Он везет бумаги и документы от своего правителя великому хану. правителю другого мира. Обычно, когда человек высаживается на территорию другого государства, он не бросается переименовывать все, что видит, и не заявляет, что теперь это владение короля и королевы Испании. Но Колумб должно быть думал, что достиг другого района, особого, неукрепленного, поскольку сразу же увидел незащищенность этих удаленных островов. Он должно быть почувствовал, что может присвоить эти удаленные земли себе или одному из своих королевских покровителей. По его мнению, контроль над этой территорией мог стать отправной точкой для гораздо более серьезной встречи с силами Японии, Сипанга и Великим Ханом. В полночь я поднял якоря и от мыса островка, расположенного в северной части острова Изабелла, где я находился, отправился к острову Кубе. От индейцев же я слышал, что он очень велик, ведет большую торговлю, и на нем есть золото, пряности. Мне знаками объясняли все индейцы, что Куба – это остров Сипанга, о котором рассказывают чудеса. Открыв Кубу, Колумб сначала подумал, что обнаружил Сипанга, но, продолжая плавание на юг, он заметил другой остров, который индейцы называли Сибао, также большой и густонаселенный. Он назвал его Испаньола. В наши дни на нем расположены Гаити и Доминиканская республика. Обнаружив этот остров, Колумб спохватился. Испаньола – это же Япония, и он сделал вывод, что Куба – это оконечность материка Азии. Он слышал о Сибао. Его называли место, усыпанное галькой. Колумб думал, что Сибао – это Сипанга. Он говорил, отлично, мы достигли цели. На Кубе он услышал про Магону, который принял за Манзинь, Южный Китай. Затем шел Катай. На полях этой книги Колумб делал свои пометки, сравнивая то, что видел и слышал о Новом мире. Он пытался всему дать рациональное объяснение. Это удивительная черта Колумба. Даже полностью заблуждаясь, он всегда умудрялся дать логическое объяснение тому, что видел. Он был абсолютно убежден, что достиг Китая и продолжал так считать до своей четвертой экспедиции. Он думал, что достиг Китая, которая является землей великого хана. Когда он говорил о жителях Гуанахани или об острове Эспаньола, он описывает, что волосы у них темные, как у китайцев, а кожа янтарная, похожая на желтую, что логично, поскольку он искал Китай. Все, что он видел, соответствовало представлениям о Китае. Колумб продолжил исследовать северное побережье Эспаньолы. На Рождество 1492 года стояла хорошая погода, а море было спокойным. Но с наступлением ночи самая большая из каравелл, Санта-Мария, села на мель. Команда не пострадала, но моряков было слишком много, чтобы принять их набор других судов. Кто-то должен был остаться на суше. Из дерева корабля адмирал Колумб возвел малый форт на острове Эспаньола, в месте, которое назвал Нативидат, Рождество. И в тот момент столько всего оказалось в моих руках, что на деле катастрофа превратилась в удачу. Уверен, что не сядь я на мель, я вышел бы в открытое море, не встав на якорь в этом месте. В этом путешествии я не оставил бы здесь людей. Я не смог бы снабдить их всем необходимым припасами для жизни в крепости. Однако правда, что находящиеся со мной люди попросили меня оставить их здесь. Теперь я приказал соорудить крепость. И не потому, что считаю это необходимым из-за индейцев, которые ходят ногами, безоружными и проявляют робость. Вооружившись порыховыми ружьями, приводившими в ужас индейцев, 39 испанцев поселились в крепости Нативидат. Колумб же возобновил плавание. Он хотел отправиться дальше, на юг, достичь большого острова, о котором слышал от индейцев. Но недалеко от испаньолы моряки Ниньи, уставшие и измученные, захотели воспользоваться попутным ветром и потребовали вернуться в Испанию. Сеньор, поскольку я знаю, что вы будете рады большой победе, которую даровал мне Господь в этом путешествии, я пишу вам это письмо, из которого вы узнаете, как за 33 дня я прибыл в Индию с армадой, которую светлейшие король и королева дали мне, как я обнаружил множество островов, населенных бесчисленными людьми, и как я завладел всеми этими островами. Колумб возвращается в Испанию с вещественными доказательствами своего успеха. Письмо, в котором он объявляет, что новый путь в Азию открыт, и что по океану можно плавать, обошло всю Европу. Монархи Испании встречают Колумба как победителя. Теперь очередь Фердинанда и Изабеллы проявить нетерпение. Они боятся, что другие страны завладеют новыми территориями раньше их. На подготовку к первому путешествию у Колумба ушло 7 лет, подготовка ко второму заняла меньше 5 месяцев. Колумб был назначен вице-королем Индии, и на этот раз испанская корона предоставила в его распоряжении все необходимые средства. 17 кораблей подняли якоря в Кадисе в сентябре 1493 года. На борту были священники, солдаты, земледельцы, скотоводы со скотом. Это была первая колонизация нового света. Благодаря сведениям, полученным от индейцев и во время первого плавания, Колумб следует на юго-запад и приводит свои каравеллы на малые Антильские острова. Второе путешествие 1493-1496 год. Путь в Индию. Колумб подошел к Гаваделупе, но должен был быстро отправляться дальше, к тем, кого он оставил на Испаньоле, чтобы основать там колонию. Я проплыл вдоль берега Испаньолы до Монте-Кристи. Я увидел, что люди, которых я оставил в городе на Тивидат, живут в раздоре. Некоторые поубивали друг друга, другие были смертельно больны из-за частого посещения женщин, третьи вызвали жажду мести у индейцев. Все было разрушено и сожжено. Хотя я узнал, что это действительно произошло по их вине, это сильно опечалило меня и причинило мне большое горе. Первый настоящий опыт совместного проживания испанцев и индейцев закончился бойней. Он обнаружил жадность одних и способность сопротивляться других. Индийцы оказались ненаивными и покорными существами, как думал Колумб. Его одолели сомнения и беспокойство за королевскую миссию, в ходе которой ему было доверено организовать поселение из 1200 испанцев, сопровождавших его. Колумб не пытался обратить местное население. Он был заинтересован просто в установлении контроля. Очень сложно вести переговоры в сложившейся ситуации с людьми, которых он совершенно не понимал, чей язык он не знал, чьи обычаи и культура были ему чужды. Ему просто надо было пережить эту встречу и получить от нее выгоду. выгода занимало первое и основное место для Колумба, сконцентрировавшегося на благородном металле, а не на религии. Основным стал тот факт, что новому свету не посчастливилось обладать золотом, а золото – это именно то, что европейцы знали и ценили больше всего. С этого все и началось. Я искал место, чтобы основать город. Именно здесь, в итоге, на берегу Большого залива, мы построили Изабеллу. Индейцы называют эту землю Сибао, что на нашем языке означает «место, усыпанное галькой». Это обширная местность, населенная сверх меры. Климат теплый, самый мягкий, что мы смогли найти. Много золота, но не в реках, а больше на склонах холмов и гор. В месте, которое окажется мало подходящим для этого, адмирал в 1494 году основал первую колонию нового света. Испанцы сошли на берег с определенной мыслью овладеть землями и подчинить себе индейцев, в то время как Колумб хотел бы, чтобы испанцы и туземцы работали плечом к плечу. Начался затяжной конфликт по поводу управления колонией, нанесший ущерб репутации Колумба в самой Испании. Тогда адмирал покинул Испаньолу, которую по-прежнему принимал за Японию, и отправился продолжать свое исследование азиатского континента. Я плыл к Кубе с намерением следовать вдоль побережья, которое оставил во время первого путешествия, пока не увижу, идет ли речь об острове или о материке. Я искал местность под названием Манджи и бросил якорь у очень большого селения, старейшина которого знал обо мне, ибо слышал рассказы о моем первом путешествии. Я спросил его, простирается ли эта земля дальше на запад. Старейшина, почтенный старец, отвечал мне, что земля эта необъятна и что он не слышал, чтобы кто-нибудь знал, где ее край. Азия, Куба. Колумбу достаточно было пройти еще несколько десятков миль, чтобы убедиться, что Куба в действительности остров. Но у адмирала и его команды не было никаких сомнений. Они готовы были поклясться, что Куба – начало материка, восточная оконечность азиатского континента. Адмирал пустился в обратный путь в Испанию, потому что уже держал в уме скорейшее отправление в третье путешествие дальше на юг, чтобы достичь Индии. Третье путешествие, 1498-1500 год. Иные земли. Расширяющийся мир вызывал вожделение великих морских держав. Испания и Португалия достигли соглашения по Тардессильяскому договору. Этот договор гарантировал Испании безоговорочное господство над недавно открытыми землями к западу от демокрационной линии. Португалия сохраняла исключительные права на Африку и уже известный восток к востоку от линии. Но эта разметка позже передаст ей территорию Бразилии. Благодаря этому соглашению король Португалии разрешил Колумбу поднимать якорь с островов Зеленого мыса. В июне 1498 года с флотилией из шести каравел Колумб взял курс намного южнее и поплыл на уровне экватора. 31 июля, считая, что достиг крайней оконечности Индии, он пристал к южноамериканскому континенту. Когда я достиг песчаного мыса, заметил, что между островом Тринидад и землей Грасия есть пролив примерно в шесть миль с запада на восток и, проходя его, мы столкнулись с течениями, производившими большой шум, пересекая этот пролив. А за этим течением было еще одно и еще одно, и они производили неимоверный грохот. «И Господу нашему было угодно, чтобы подул попутный ветер. И так я проник в этот пролив, и тут же наступило затишье. Мы зачерпнули морской воды, которая оказалась пресной». Он заметил мощное течение, течение Оренока, которое действительно должно было быть очень впечатляющим, и к тому же сюда впадает река Макарео, где морское течение сталкивается с речным потоком и в месте их встречи частые кораблекрушения. Именно это наблюдал Колумб. Мощное течение Оренока выдается в море, благодаря чему устье водопресное. А может, речь идет о пресноводном море? А если нет, то это течение, это река. Откуда она течет? Я плыл вдоль побережья на запад, и чем дальше, тем более пресной и вкусной была вода. Я бросил якорь в устье реки. Тут же собралось много людей, которые рассказали мне, что называют эту землю Пария, и что дальше к западу она еще гуще заселена. Жители этой страны очень хорошо сложены, волосы у них длинные и мягкие, и эти люди хитрее и сметливее других, и они нетрусливы. Я никогда не встречал у греков или римлян точного указания на то, в какой части этого света находится рай земной. Убежден, что это и есть рай земной, куда никто не сможет попасть и не будь на то Божьей воле. Полагаю, земля это обширна, и есть еще много других, о которых мы никогда не знали. Он терялся в догадках, что же он открыл. Новый континент? Но континентов всего три, следовательно, четвертого быть не может. Тогда что же это, если не четвертый континент? Каким-то образом, воскрешая в памяти представление средневековой картографии, он нашел выход. это рай земной. Потому что, согласно средневековой картографии, на востоке находится рай земной, откуда берут исток четыре великие реки Инд, Ганг, Тигр и Ефрат. А это пятая река, которая могла быть Оренока. Следовательно, такая масса пресной воды указывала ему на то, что он нашел рай земной. Представление о рае земном полностью признается и одобряется христианской доктриной, а ясно, что он не еретик. Стало быть, он нашел рай земной. Он не мог найти четвертый континент, его не существует. Согласно его географической концепции, четвертого континента не существует. Перед лицом открытия этой новой огромной земли, о которой не упоминалось ни географами, ни в Библии, разум Колумба затрепетал. Как может человек так приблизиться к земному раю, если он не избран самим Богом? Пока адмирал размышлял о контакте с небесами, дела земные приняли совсем иной оборот. Новые мореплаватели теперь бросили вызов океану. В 1497 году, после второго путешествия Колумба, итальянец Джованни Кабота достигает берегов Лабрадора и Новой Земли. В 1499 году, во время третьего путешествия адмиралы испанец Алонсо Деохеда возглавил экспедицию вглубь южноамериканского континента, в которой участвовал итальянец Америка Веспуччи. В 1500 году португалец Педро Альвариш Кабрал открывает земли Бразилии в тот самый момент, когда Колумб, которому не удается вписать территорию Оренока в свою географию, покидает южноамериканский континент и направляется к Испаньоле. Но там он столкнулся с настоящим мятежом, организованным против него. Испанские колонисты обвинили его в том, что он пренебрегает их интересами и предпочитает открытие управлению островом. Монархи прислали нового губернатора. Он арестовал адмирала. Его доставили в Испанию в Кандалах. Униженный, лишенный титула вице-короля, Колумб облачился в рясу монаха францисканца. Не вступая в ряды ордена, он тем не менее будет носить это одеяние до конца жизни. Воспойте новый гимн Господу нашему, вознесите хвалу ему от края земли до края. Вы, кто ходит в море и по всей тверде вот его, вы, острова, и вы, те, кто их населяет. Придет в далеком грядущем время, когда море и океан раскроют свои тайны, и откроется великая земля, и новый мореплаватель, подобно Ясону, откроет иные миры. В этой книге пророчества, которую он написал со своим другом Гаспаром Горицо, он приводит важную страницу, знаменитый хорал Медеи, Сенеги, где говорится, что наступит время, и новый Тихий откроет новые земли. очевидно, речь идет о пророчестве, в котором говорится о нем самом. Я новый Тихий, который открыл эту новую землю и эти новые небеса. Он считает свои экспедиции и свою миссию воплощением пророчества античности, но также и новым заветом. Несмотря на мистическую экзальтацию, научные наблюдения Колумба, его записки, его топографические чертежи представляли собой великолепный источник информации, позволяющий изобразить новый облик Земли. Они позволяли вычертить карты, порталаны и планисферы, на которых появились новые территории. Впервые новый свет был представлен на планисфере Хуана де Ла Коссе в 1500 году. В противоречии с убеждениями Колумба Куба на ней фигурирует как остров. Но земли на западе, окрашенные зеленым, все еще расплывчат и произвольны, фантастичны. Они принадлежат еще древнему миру. На карте Каверио, вышедшей в следующем году, они обрисованы более реалистично. На ней устранились все неясности и отображались все известные детали побережья, горы, реки. Колумб был человеком неуравновешенным, навязчивая идея не давала ему покоя. Он должен был достичь Индии западным путем. Его преследовала мысль о проливе, который ведет прямо в Азию. На его карте был проложен весь маршрут, полуостров Малака, описанный Марко Поло, Китай и, наконец, Индия. Несмотря на немилость, монархи Фердинанд и Изабелла никогда не ставили под сомнение его качество мореплавателя. Проведя год в лихорадочном нетерпении, Колумб сумел убедить их предоставить ему суда, людей и припасы, необходимые для его четвертой экспедиции. Адмиралу вот-вот должно было исполниться пятьдесят. Четвертое путешествие 1502-1504 годы. Поиски прохода. Колумб, ставший персоной Нонграта на Испаньоле, одержимый поиском пролива, который приведет его в Индию, достиг берегов современного Гондураса 14 августа 1502 года. 48 дней без перерыва он плыл вдоль побережья, но был застигнут жестокими ураганами. Буря была ужасной. Никогда глаза мои не видели волн столь высоких, бурных и пенных. Ветер не давал продвигаться вперед и не оставлял никакой возможности лечь на курс. Он держал меня здесь, в этом море кровавого цвета, кипевшим, как вода в раскаленном котле. Никогда я еще не видел столь грозного неба, день и ночь пылало оно, как горн, и молнии извергали пламя с такой силой, что я не раз удивлялся, как могли при этом уцелеть мачты и паруса. Он идет вдоль современной Коста-Рики, но не останавливается на этом. Лишь когда он проникает в лагуны Панамского побережья, Колумб отдает шлюпкам приказ пристать к берегу огромной бухты в окрестностях Вирагуа. Он убежден, что достиг пролива. Это, несомненно, самый драматичный эпизод всего предприятия Колумба. Адмирал был уверен, что за этим перешейком находится другой океан, но, несмотря на множество попыток, он так и не нашел проход. Впрочем, интуиция его не обманула. Он находился в том самом месте, где 400 лет спустя пророет Панамский канал. Мечты Колумба рухнули именно тогда. Человек измотан путешествиями. Он болен, страдает от подагры и тяжелой глазной инфекции. Несмотря на истощение, ему удалось вывезти обе оставшиеся у него каравеллы из Панамской бухты. Во время перехода через Карибское море корабли попали в еще одну бурю. Суда, уже находившиеся в плачевном состоянии, были вынуждены пристать к берегам Ямайки, откуда уже не вышли. Он со своими последними матросами оставался пленником острова целый год, пока его не вызволил испанский флот. Всякая надежда на избавление исчезла. Я поднялся тогда с превеликим усилием на возвышенность и с плачем взывал на все четыре стороны. Ваше Высочество, Господи! Но никто не отвечал. Измученный, я засыпал со стоном и слышал глаз. «О глупец, нескорый в делах веры и служении твоему Господу! Индии богатейшей части света Он отдал тебе во владение. Ты разделил их так, как тебе было угодно, и Он дал тебе для этого полномочия. Он дал тебе ключи от заставы океана, скрепленной мощными цепями. Обратись к Нему, и ты поймешь, в чем состоит твое заблуждение. Старость твоя тебе не помешает, и Иерусалим и Сионская гора должны быть заново отстроены христианином. Возможно, ошибкой было бы считать Колумба первооткрывателем. Он ни в малейшей степени не намеревался быть первооткрывателем. Он стремился найти торговый путь, путь в известное место, но оказался в ситуации, когда встретился с тем, чего никогда не предвидел. С одной стороны, он делал все, что мог, чтобы воспользоваться этой ситуацией. С другой стороны, он был на грани безумия к моменту своего четвертого путешествия. Этот опыт был таким странным, давление на него было таким сильным, что есть свидетельство в книге пророчеств и других сочинениях конца его жизни, что он был практически раздавлен тем, что остается одним из самых удивительных событий в жизни человека, то есть оказаться в том удивительном положении, в котором оказался он. Так что говорить о первооткрывателе Колумбе есть более великие первооткрыватели. Это люди, которые останавливаются и пытаются понять, что же они нашли, которые не настаивают, как Колумб настаивал до конца жизни, где он был, то есть, по его мнению, в Азии. Когда они были на Кубе, он даже заставил членов экспедиции присягнуть, что они были в Китае, как будто эта присяга могла сделать Кубу Китаем. Так не ведут себя те, кого мы можем назвать образцовыми первооткрывателями. Но у него было желание и, как я сказал, практически неприкрытое любопытство и осознание того, что он едва может переварить то, что на него свалилось. Это, по-моему, было шокирующее и мощное чувство. Вернувшись в Испанию, Колумб умер в 1506 году, не доведя до конца дело всей своей жизни. Он не достиг желанной Азии. Ни религия, ни наука не дали ему ответов, которые он искал. Тем не менее, его драматическое поражение останется в памяти человечества как одно из величайших приключений всех времен. К новому свету. В 1502 году, когда состоялось последнее путешествие Колумба, карта Кантина совершает прорыв, который изменит представление о мире. Хотя новые земли размещены еще не точно, у островов четкие очертания, указаны города и порты, появляются указатели. На этой португальской карте картограф выделил земли будущей Бразилии, отличающиеся богатством флора и фауны. Улучшается представление о старых континентах. Контуры Африки становятся более реалистичными. Обрисовывается рельеф местности, указываются города и, наконец-то, представлено местное население. Напротив, восточные побережья Азии, которые были целью всего предприятия Колумба, остаются неопределенным, размытым, практически необследованным. Пять лет спустя картограф Вальдзей Мюллер изображает мир в конической проекции. Новые земли представлены на большей площади по сравнению со старой Птоломеевской системой. Они, наконец, отделяются от Азии. Впервые появляется название Америка, вдохновленная именем Америка Веспуччи, первого, кто исследовал южноамериканский континент. Это карта мира 1507 года, старейшая из имеющихся карт, представляющих три континента эпохи Птоломея. Из континентов, известных нам сегодня, здесь прежде всего Африка и, главное, новый континент, новый мир, названный картографом Вальдзей Мюллером Америка. Это 1507 год. Это единственная часть карты, известная со времен третьего и четвертого путешествий Колумба, экспедиции Мартина Алонса и других испанцев на север и путешествия Кабраля и Веспуччи в Бразилию. Эта часть мира позже станет Португальской Америкой. Пришлось ждать 1523 года, пока Джованни Веспуччи, племянник Америка, не изобразит мир, который бороздят во всех направлениях неутомимые каравеллы, морские экспедиции, все множатся, загадки и неизвестность отступают. И очень точно изображен юг Панамского перешейка, в который уберся Колумб. За ним был открыт другой океан к западу от новых земель. Сегодня мы знаем его под названием Тихий океан. В атласе, составленном Кабото, в 1540 году новая география укрепляет свои позиции. Американский континент занимает подобающее ему место. Его контуры определяются, рельеф выделяется, пространства заселяются, хотя до сих пор необследованные зоны объявляются терра-инкогнито. Новый океан, который называют пока только Южным морем, отодвигает старые границы Японии и Азии на крайний запад карты. Никаких сомнений не остается, новый свет полностью отделен от Азиатского континента. Но придется ждать конца XVI века, пока его наконец не признают и не изобразят в качестве самостоятельного континента. Прежний мир Колумба рушился в соприкосновении с этой новой реальностью. Невероятный иной мир встал на его пути. Тем не менее, его путешествия проложили путь к нашему новому свету. Фильм Паула Сантони Оператор Лоран Дидье Композитор Жан Мале Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Редмедиа Продолжение следует... Редактор Лоран Санкт-Карта Корректор Стивен Гринблатт, преподаватель гуманитарных наук Гарвардского университета. Марко Поло и Мандевиль имели для Колумба большое значение, так же, как и Пьер Дали, и многие другие, кого он читал, пытаясь найти ориентиры для себя. И это само по себе уже знаменательный и интересный факт. Мы знаем, что Колумб был замечательным моряком, и, возможно, ключом к тому, что он остался в живых, является тот факт, что он в совершенстве владел искусством мореплавания. Но не надо читать Марко Поло или Мандевиля, чтобы развить навыки мореплавателя. Напротив, довольно глупо с головой погружаться в тексты вроде этих, если твои способности и интересы заключаются в том, чтобы вычислить, как добраться из пункта А в пункт Б. Факт же заключается в том, что он не только читал. Нам известно, что он писал бесконечные комментарии на полях. А это значит, что он о чем-то размышлял. Хотел быть не просто блестящим моряком, плавающим вдоль Западной Африки, а пытался понять, какова же форма Земли. В конце 15 века царила неизвестность. Какова протяженность Земли? Еще в античные времена греческие математики точно высчитали ее. Но их труды еще не были обнаружены в 1492 году, когда Мартин Бехайм, немецкий картограф, нарисовал этот глобус. Он собрал все имевшиеся тогда знания. Здесь есть три известных континента. Обитаемые Земли, острова в океане и, конечно, Сипанго, Япония, которую Марко Поло описал, ни разу не побывав там. На этом глобусе Колумб планирует свою экспедицию. Он хочет добраться до Крайнего Востока, Китая и Индии через Запад, следуя курсам, которые никто никогда не дерзал избрать. В Севилье Колумб пытается подкрепить свой проект научными данными. Он изучает все имеющиеся труды, начиная с античности. Он делает пометки, рисует, подсчитывает. В библиотеке Колумбина, созданной его сыном Фернандо, хранятся некоторые книги с собственноручными пометками Колумба. Здесь же находится переписанное его рукой письмо физика Паоло Тосканелли, поддерживавшего его проект. Хуан Хиль, «Испанская королевская академия». Интересно, что, когда эта книга была закончена, она принадлежала Энеа Сильвио. Колумб сразу же вложил в нее дополнительные листы, чтобы можно было делать свои записи, которые начинаются знаменитым письмом Тосканелли. Христофор Колумб собственноручно переписал его. В этом письме Тосканелли сообщал королю Португалии, что, отправившись на запад, можно достичь Индии, и что прежде Индии можно добраться до острова Сипанго. Очевидно, речь идет о Японии. Это легендарный остров Сипанго, о котором рассказывал Марко Поло в своей книге «Чудес». Изучая географию Птоломея, Колумб обнаружил приводившиеся в книге расчеты другого математика II века Марина Тирского. Согласно его расчетам, продерженность Земли была еще меньше, чем по расчетам Птоломея. Поскольку это отвечало интересам его замысла, генуэзский мореплаватель прокладывал маршрут на восток, исходя из расчетов Марина Тирского. От Лиссабона к западу 26 градусов, каждый из которых соответствует 250 милям. Это расстояние составляет почти треть суши. Там величественный город Кинсай, о котором рассказывают чудесные вещи. Как известно, он ошибся в расчетах окруженности Земли и вероятного размера Азии. Так что он не знал одной важной детали, что ему предстоит проплыть тысячи и тысячи миль. Если бы он не ошибся в расчетах, он никогда не отправился. Но ему первому хватило смелости воспользоваться пассатами, регулярными ветрами, которые пересекают океан и дуют на запад, и которыми по сей день пользуются мореплаватели. Принцип плавания под ветром, дующим на запад, сегодня нам кажется несложным. Но в прежние времена, надо думать, дело обстояло иначе. В целом судно идет туда, куда его несет ветер. Моряков Колумба беспокоила сила и регулярность этих ветров. Они опасались, что не смогут преодолеть их на обратном пути. Даже в те времена можно было предугадать пассаты. В наши дни мы тоже этим пользуемся. Если взять чуть севернее или чуть южнее, чем пролегает маршрут, можно почувствовать разницу в силе пассатов. Так что, когда не было приборов, ни анимометра, ни GPS, не было ничего, я не хочу сказать, что я полностью плыл за счет силы ветра, но отчасти. Сразу чувствуешь, когда выходишь из полосы пассатов и возвращаешься обратно в нее. И если Христофор Колумб был одним из тех, кто обладает знаниями, а я думаю, это было именно так, кто хорошо понимает природу и окружающих, он мог довольно быстро сделать соответствующие выводы из того, что видел день за днем, а путешествие их продолжалось долго. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжительность пути, сила ветра или напротив его отсутствие не пугали команду Колумба. Но другой страх одолевал моряков. На рассвете мы обнаружили столько растительности на море, что она оказалась густой, и двигалась она с запада. Как мы знаем, страх заставляет думать о худшем. Моряки испугались, что она будет такой густой, что суда не смогут двигаться дальше. Люди больше не выдерживали, они жаловались на долгое путешествие. Все эти опытные моряки уже слышали истории о судах, которые остались в плену водорослей, которых больше никто не видел. К тому же они были первыми, кто осмелился пересечь Саргасово море, изобилующие водорослями, которые покрывают тысячи квадратных километров прямо в Атлантическом океане. Тем не менее, трем каравеллам удалось пройти через них. К тому же снова поднялся ветер. Некоторые другие признаки также приободрили повидавших виды моряков. Навстречу каравеллам летели птицы, ветки и зеленый тростник плавало вокруг корабля. Всего после 33 дней плавания в неизвестности в ночь с 11 на 12 октября 1492 года появились очертания острова. И если моряки танцевали от радости, то Колумб не был удивлен. Для него эта земля была всего лишь одним из островов, расположенных на пути к Китаю, куда он направлялся. Это лишь подтверждало правильность его расчетов. И все люди, которых я видел, были еще молоды. Никто из них не имел более 30 лет. И тела, и лица у них были очень красивые, а волосы грубые, совсем как конские и короткие. Волосы зачесывают они вниз, на брови. Некоторые разрисовывают себя черной краской, а кожа у них такого цвета, как у жителей Канарских островов, которые не черные и не белые. Они не носят и не знают железного оружия. Когда я показывал им шпаги, они хватались за лезвие и по неведению обрезали себе пальцы. Поскольку они держали себя дружественно по отношению к нам, я дал им красные колпаки и стеклянные четки, что вешают на шею, и много других малоценных предметов, которые доставили им большое удовольствие. Очертания архипелага, на котором они оказались, укрепили Колумба в мысли о том, что это острова, обозначенные на глобусе Бехайма вокруг Сипанга, Японии, Марка Пола. Он зарисовал их очертания, побережья, мели. Именем короля он объявил их владениями испанской короны и окрестил их Сан-Сальвадор, Фернандино и Санта-Мария де Концепсион. В наши дни эти острова являются частью Багамского архипелага. С одной стороны, у Христофора Колумба были полномочия, документы, письма. Он везет бумаги и документы от своего правителя, великому хану, правителю другого мира. Обычно, когда человек высаживается на территорию другого государства, он не бросается переименовывать все, что видит, и не заявляет, что теперь это владение короля и королевы Испании. Но Колумб, должно быть, думал, что достиг другого района, особого, неукрепленного, поскольку сразу же увидел незащищенность этих удаленных островов. Он, должно быть, почувствовал, что может присвоить эти удаленные земли себе или одному из своих королевских покровителей. По его мнению, контроль над этой территорией мог стать отправной точкой для гораздо более серьезной встречи с силами Японии, Сипанга и великим ханом. В полночь я поднял якоря и от мыса островка, расположенного в северной части острова Изабелла, где я находился, отправился к острову Кубе. От индейцев же я слышал, что он очень велик, ведет большую торговлю, и на нем есть золото, пряности. Мне знаками объясняли все индейцы, что Куба – это остров Сипанга, о котором рассказывают чудеса. Открыв Кубу, Колумб сначала подумал, что обнаружил Сипанга. Но, продолжая плавание на юг, он заметил другой остров, который индейцы называли Сибао, также большой и густонаселенный. Он назвал его Испаньола. В наши дни на нем расположены Гаити и Доминиканская республика. Обнаружив этот остров, Колумб спохватился. Испаньола – это же Япония, и он сделал вывод, что Куба – это оконечность материка Азии. Он слышал о Сибао. Его называли место, усыпанное галькой. Колумб думал, что Сибао – это Сипанга. Он говорил, отлично, мы достигли цели. На Кубе он услышал про Магону, который принял за Манзинь, Южный Китай. Затем шел Катай. На полях этой книги Колумб делал свои пометки, сравнивая то, что видел и слышал о Новом мире. Он пытался всему дать рациональное объяснение. Это удивительная черта Колумба. Даже полностью заблуждаясь, он всегда умудрялся дать логическое объяснение тому, что видел. Он был абсолютно убежден, что достиг Китая, и продолжал так считать до своей четвертой экспедиции. Он думал, что достиг Китая, которая является землей великого хана. Когда он говорил о жителях Гуанахани или об острове Эспаньола, он описывает, что волосы у них темные, как у китайцев, а кожа янтарная, похожая на желтую, что логично, поскольку он искал Китай. Все, что он видел, соответствовало представлениям о Китае. Колумб продолжил исследовать северное побережье Эспаньолы. На Рождество 1492 года стояла хорошая погода, а море было спокойным. Но с наступлением ночи самая большая из каравелл, Санта-Мария, села на мель. Команда не пострадала, но моряков было слишком много, чтобы принять их набор других судов. Кто-то должен был остаться на суше. И с дерева корабля адмирал Колумб возвел малый... Сегодня нам известно, что многие придворные короля Португалии, король и королевы Испании, а также интеллектуалы того времени не приняли замысел Колумба. Не потому, что считали, что Земля плоская, или потому, что верили в легенды 9 века. Они отказали ему, потому что провели математические расчеты и поняли, что Колумб совершил большую ошибку в расчете окружности Земли, и что его команда может погибнуть, потому что на их корабли не поместится достаточно провизии, чтобы прокормить команду на протяжении всего пути. Эти опасения подтвердились, поскольку Марин Тирский допустил две ошибки. Первую, посчитав, что Европа, Африка и Азия составляют 225 градусов, хотя в наши дни мы знаем, что три континента растянулись всего на 130 градусов. Таким образом, в действительности суши пропорционально меньше, чем на глобусе Бехайма, а поверхность океана значительно больше. Вторая ошибка Марина Тирского в том, что он посчитал, что протяженность суши составляет примерно 30 тысяч километров, хотя на самом деле она составляет 40 тысяч километров. Расстояние, отделяющее Европу от Индии, таким образом, в три раза больше, чем думал Колумб. Колумб боролся семь лет. Его критиковали, унижали и считали безумцем. Тем не менее, ему удалось убедить испанских правителей католика Фернандо и Изабеллу поддержать его задумку. Они снабдили его немногим, тремя каравеллами и содействием семьи судовладельца Пинсона. Колумб получил титул адмирала моря-океана и посла испанской короны. Немного. Но это позволило ему снарядить Пинту, Ниньо и Санта-Марию. Наконец, он вышел в море из Палоса на юге Испании 3 августа 1492 года. Команда состояла из 82 моряков-искателей удачи. Это была первая из четырех экспедиций адмирала в новый свет. Первое путешествие 1492-1493 года. Достичь Востока через Запад. Первое путешествие Колумба открыло новый путь через океан, который в наши дни мы именуем Атлантическим. Все моряки, отправившиеся в грандиозное плавание, пережили это приключение. Океан всегда пугает. Но те, кто решил его покорить, должны выбирать маршрут, играя с ветром и противостоять течением. Марк Тьерселен, шкипер гоночной яхты, пересекал океан более 20 раз. Океан в наши дни не изменился по сравнению со временами Христофора Колумба. Марк Тьерселен, шкипер гоночной яхты. Мы ходили в том же океане, но есть огромная разница. Мы знаем нашу планету. Сегодня, отправляясь в море, мы можем прежде всего благодаря ему и другим мореплавателям знать множество деталей, которые нам помогают, поддерживают нас и обнадеживают. А работа, которую приходится проделать, чтобы убедить людей и добиться финансирования путешествия, просто колоссальная. На протяжении всего Средневековья Атлантический океан называли «морем мрака». Это загадочное пространство наводило ужас на моряков. Всегда помнили про миф о геркулесовых столбах, которые обозначили над Гибралтарским проливом границы известной части мира. Тем не менее, в 15 веке некоторые моряки дерзнули отправиться в плавание вдоль побережья Атлантического океана. Другие, например, Колумб, исследовали Канары, Мадейру и Азорские острова. На картах рядом с этими существующими в действительности островами также были обозначены фантастические острова, которые по Средневековым представлениям были расположены посреди океана. Бразил, круглый и красный остров святого Брэндона, названный в честь легендарного ирландского монаха, и Антила, изображенная как знамя и ассоциирующаяся с мифической Атлантидой. Эти фантастические места подарили свои названия новой географии мира. Большая часть маршрутов проходит через Азорские острова. Мы пересекаем и покидаем классическую европейскую полосу с ее депрессиями и всем прочим. Затем пытаемся быстрее поймать пассаты, если они есть, а это зависит от времени года. Больше половины пути преодолевалось благодаря пассатам. Колумб продвигался вдоль побережья Атлантического океана. Будучи искушенным мореплавателем, он умел использовать ветры, достигавшие Гвинейского залива. Артефранс, Агатфильм и Компания представляют. Было время, когда люди считали, что Земля — это шар, расположенный в центре Вселенной. А населены три континента — Европа, Африка и Азия. В то время совершится одно из самых невероятных приключений всех времен. В 1492 году один дерзкий человек отважится проложить новые маршруты и расширить границы мира. Пошатнув представления, существовавшие много столетий, Христофор Колумб за 10 лет, столько для Леси его четыре путешествия, перевернул представление о Земле. Сопоставляя свои убеждения и наблюдения на грани между верой и наукой, Колумб отправится вместе с нами в большое средневековое путешествие в новый свет. Мир по представлениям Христофора Колумба Высочайшая монархия Фильм Паула Сантони С раннего детства я вышел в море и начал путешествовать. И совершал плавание по сей день. Это искусство само по себе вызывает в том, кто им увлекается, желание познать тайны этого мира. Я на этом пути уже более 40 лет, и я побывал везде, где можно на сегодняшний день. Господь наделил меня умом, Он дал мне все, что требуется в морской науке. Он наделил меня руками, чтобы рисовать на сфере города, реки, горы, острова и порты. Каждый на своем месте. На своем месте. В этом заключалась одержимость Колумба. Уточнять места, располагать их на карте мира. Будучи уроженцем Генуи, Колумб плавает на торговом судне с 12 лет. Сначала по Средиземноморью, затем выходит в океан. От европейского побережья на севере до африканского на юге. Этот опытный моряк и страстный картограф открывал для себя мир, описанный в географии, в Толомее и в недавно обнаруженных античных трудах греческих математиков. По представлениям человека, жившего в конце 15 века, мир состоял из трех континентов – Азии, Европы и Африки. Симонетта Канти, преподаватель географии 2-го неаполитанского университета. Когда Аптоломей писал свою космографию, он не знал, что это три континента. Европу в то время знали лучше других континентов. Она была наиболее исследованной даже во времена Аптоломея. А Африка обрывалась в южной части пустыни Сахара. Прекрасно было известно, что суша в районе экватора продолжается, но этот регион окрестили выжженной землей. Поскольку солнце на экваторе грело слишком сильно, все кругом иссохло. Считалось, что здесь могут жить только монстры и ужасные животные. На востоке континент заканчивался знаменитым полуостровом Малака, который отчаянно искал Христофор Колумб во время второго и третьего плаваний. На краю мира был Китай, открытый Марко Поло. Птоломей не верил в существование других земель, считая, что мир заканчивается обширными водными пространствами. Марко Поло писал, что территория Индии огромна и полна чудес. Ее леса самые высокие. В горах можно встретить пигмеев, которые в три года рожают, а в восемь лет умирают. Там есть люди, у которых всего один глаз. У других, безглавых, глаза находятся на плечах. Там можно найти долгожителей, людей ростом 12 локтей, которые воевали с грифонами. У львов там крылья и когти, как у орлов. Восток захватил воображение Христофора Колумба. Который на протяжении двух столетий заставлял путешественников мечтать. Они описывали Индию и Китай как мифические земли, которыми управляют благородные принцы и воины. Колумб мечтал помериться силами с миром, но, помимо прочего, он был купцом. Он знал, что Восток – это огромный рынок, откуда проистекают все богатства мира. Золото, драгоценные камни, специи. И эти богатства стали недоступными. Маршрут, позволявший на протяжении столетий обмениваться товарами между Европой и Азией, вот уже 30 лет был закрыт, после того, как Константинополь, столица Византийской империи, оказалась в руках османов. В 1480 году Христофор Колумб отправляется в Португалию и Испанию. Нет, Бой.